Я жестко облажался и попал больше, чем на миллион рублей. Это странная, но очень поучительная история. Для меня точно поучительная, и думаю, для вас тоже будет полезно это все послушать. Это, если что, не кликбейт, не рекламный ролик. Сейчас я расскажу про эту историю, про то, как можно мне помочь, если вы захотите. А еще в ролике будет много классных анонсов для вас. Как можно попасть ко мне на этот YouTube-канал, как затусить со мной на вечеринке и многое другое. Поехали! Итак, как я попал на миллион? Предыстория. В 2010-е годы я долго пытался внедрить в свою жизнь разные системы продуктивности. Я не самый организованный человек по своей природе, но амбициозный и всегда хотел успевать больше. Я тогда работал в американской уртфирме, делал карьеру, параллельно вел блог Мастриды в Телеграме, запускал стартапы с друзьями, еще спортом старался заниматься, саморазвитием, личной жизнью. Было тяжело все совмещать. Я прочитал десятки, если не сотни книг по продуктивности, включая замечательную книгу Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок. Getting Things Done». Аллен ее написал в 2001 году. Он рассказал, как он создал для себя систему продуктивности Getting Things Done или GTD. Он организовал всю свою жизнь в бумажной форме. У него там разные были папки, коробки с бумагами. Он придумал, как ориентироваться в них, как ничего не забывать, больше успевать благодаря этой системе. Сейчас, конечно, многое устарело из книги, но принципы реально классные. Многие из них легли в основу системы, которую я создал для себя. Я сначала пытался просто скопировать систему Дэвида Аллена, но у меня не получилось. Я понял, что я не такой человек, как он. У меня свои особенности личности. Да и время уже другое. Я разработал электронную систему, в основу которой легли многие принципы, о которых писал Аллен. А еще куча разных нейронаучных исследований, которые изучал тогда много. Исследования по формированию привычек, мой опыт того, как совмещать кучу разных проектов в сфер жизни, опыт моих менторов, старших друзей. Эта система, она постоянно видоизменялась, она рождалась годами и ближе к 2020 году. Она у меня уже отлично работала. Я ушел к тому моменту из юрфирмы, уже занимался фуллтайм-блогами, бизнес-проектами, читал книги, путешествовал и кайфовал от жизни. И в конце 2020-го я решил запустить курс по этой системе. И так как в основе ее изначально лежали принципы ГТД Дэвида Аллена, я назвал курс «Как все успевать?» ГТД от Мастридера. Чтобы вы понимали, я там не переписывал книгу Дэвида Аллена, не пересказывал ее. Я именно рассказывал, как разные принципы, в том числе из его работ, из исследований про привычки, про мотивацию, про отдых, баланс разных сфер жизни. Как это все адаптировать для того, чтобы создать электронную систему организации всех своих дел. Как рабочих, так и личных. В любом приложении, типа Task Manager. Я прямо показывал в видеозаписях курса свою систему, объяснял, как ее можно под себя адаптировать. При этом везде, где я что-то подчеркнул от Аллена, я говорил, эту идею вот придумал Дэвид Аллен. Ничего не скрывал, я действительно многому у него научился. Но у него система бумажная и на самом деле довольно сильно отличающаяся от моей. Плюс он вообще ничего не писал про исследования о привычках, о том, как работает наш мозг, прокрастинации и прочие вещи. Потому что тогда это все не было развито в 2001 году. Я проконсультировался с юристами на всякий случай. Я тогда уже ушел из работы по найму в американской юрфирме. Но я был партнером в одном консалтинговом бизнесе в компании Rights Business Standard. И мои партнеры, мощные юристы, они мне сразу сказали, что идеи и принципы не являются объектами авторского права. Ни в России, ни в других странах. Поэтому если ты, например, создаешь поисковик Google, а потом пришел Яндекс и тоже сделал свой поисковик, никто не может Яндекс засудить, потому что идея поисковика не патентуется. Ну, поэтому, в принципе, даже если бы рассказывал про принципы ГТД в курсе своими словами, без каких-то своих личных инсайтов и дополнений к идеям Аллена, просто не копировал бы текст Дэвида Аллена и не зачитывал бы его книгу в видеоуроках, то это уже было бы законно. Но я бы так, конечно, сделать не стал, потому что мои подписчики этого бы не оценили. А подписчики курс очень оценили. Мы после всех потоков курса проводили опросы, средняя оценка курса 9 из 10, и в опросе до курса люди оценивали свою продуктивность в среднем на 4 из 10, а после курса на 8 из 10, то есть в два раза рост продуктивности. Понятно, что кто-то не прошел курс до конца, кто-то забил, не внедрил, но тот, кто сделал, прям восторженные отзывы давали. Я ссылку в описании на видео с кучей отзывов вам дам, если интересно, посмотрите. И многие ребята в отзывах именно говорили, что они вот тоже раньше пытались читать Дэвида Аллена, других там экспертов, внедрять их системы, но у них не получалось. А вот по моему курсу мою систему получилось. Я до сих пор регулярно, когда лично знакомлюсь с людьми, например, на встрече с подписчиками, они мне говорят, блин, чувак, спасибо за эту систему. Недавно даже на подкасте на книжном челе гость Алексей Корнелюк респектнул меня за курс. В общем, курсом я горжусь. Но в начале 2021 года мне на почту пришло письмо от компании Дэвид Аллен Кампани. Они написали, что их компания является правообладателем товарных знаков, ГТД и Getting Things Done. И что они мне не давали разрешения на использование этих товарных знаков. Ну и дальше там было там удали, извинись, и иначе мы тебя засудим. Я еще раз посоветовался с юристами своей фирмы и с еще одним старым другом из МГИМО, который вообще один из лучших в России юристов по интеллектуальной собственности. И они мне сказали, что я полностью прав, ко мне не докопаться. Но на всякий случай лучше добавить на сайт курса дисклеймер, что Getting Things Done и ГТД – это обозначения, которые принадлежат законным владельцам. Данный курс никак не аффилирован с Дэвидом Алленом и его компанией. Ну мы так и сделали. И написали об этом ответ этим ребятам. И дальше те ребята пропали. Но это не конец истории. С другой стороны, я подумал в тот момент, зачем мне вообще называть курс ГТД, если по сути я свою систему создал. Дэвид Аллен же не назвал свою систему там «Система Бенджамина Франклина». Хотя, безусловно, он там вдохновлялся тем, как Франклин организовывал свою жизнь. Или какие-то другие известные американцы, его кумиры. Просто я когда начинал внедрять систему, я внедрял ГТД и по привычке, ну всегда говорил, моя система ГТД, моя авторская система на основе ГТД. Но зачем? Я выпустил тогда на Ютьюбе документальный фильм про продуктивность и про свою жизнь. Называется «Успеть». Посмотрите, кстати, ссылка в описании, классный фильм. И там я попросил подписчиков в комментариях предложить свои варианты названия моей системы. И мне больше всего понравился вариант «Система Мастридера». Может, нескромно, конечно, своим именем называть систему, но это все-таки моя система, выстраданная. И в итоге так и назвал ее, и дальше запуски курса проводил уже под новым названием. При этом на сайте курса я писал честно, что в основе системы в том числе лежат принципы ГТД от Алина и другие принципы. Но все права на ГТД принадлежат ему, все вот это вот дисклеймеры все эти. И более того, я обновил курс в 2021 году, добавил туда некоторые материалы, а в 2022 году, когда уже жил в Турции, я полностью переснял его. Я очень доволен, какой получилась новая версия. Я расширил курс, там, новые инсайты после пандемии, после эмиграции. Много про удаленку, как быть эффективным на ней, как правильно отдыхать, как не выгорать. У меня много опыта в этом. У меня даже есть в курсе один дополнительный факультативный видеоурок, где я рассказываю, почему у меня в свое время не получилось внедрить именно ГТД от Девина Алина, каноничное, и почему его система из книги, на мой взгляд, не очень подходит для современного человека. Но я не учел одно. Я уехал из России после начала войны. А так вышло, что я прописан в Калининграде, потому что я там вырос. И там, где я прописан, моя семья сейчас не живет. И оказывается, что туда приходили письма в 2022 году о том, что на меня подала в суд компания Дэвида Алина, и что меня туда вызывают. Но я даже не знал об этом. Я только в 2023 году, мне месяц назад, родственники скинули фотки. У тебя какие-то там заказные письма лежат в ящике. Что это? Непонятно. Я посмотрел под риса тут арбитражный суд. Оказывается, дело уже рассмотрено. В мое отсутствие. Юристы Алина показали какие-то старые скриншоты, нотариально заверенные. Вот он учит системе ГТД, у нас товарный знак и так далее. Суд в мое отсутствие не стал разбираться, что запатентованы не принципы, а только названия. Он подумал, что я реально какую-то там интеллектуальную собственность Алина использую. У него тоже есть какие-то офлайн тренинги по ГТД. Я их, кстати, никогда не проходил. И юристы Алина вообще запросили 3 миллиона рублей с меня. В итоге суд сказал, ну это перебор, но один лям присудил. Я теперь должен лям нидерландской компании Дэвида Алина. Еще сейчас рассматривается второе дело, где они пытаются с меня взыскать еще судебные расходы на юристов. Они запросили больше полумиллиона на юристов. Якобы они столько потратили. На практике редко российские суды такие большие суммы присуждают на юристов. Ну посмотрим. Сейчас я уже в курсе про дело. У меня есть юристы, мы будем отбиваться. Но первое решение уже не оспорить. Его приняли в декабре прошлого года. Все сроки прошли. Я узнал об этом, когда они уже прошли. Мои юристы на 100% уверены, что если бы мы были в курсе, мы бы победили в суде. Но, к сожалению, уведомления по почте, по месту прописки в России считается достаточным. Если бы мы знали о деле, может быть, там мы в онлайне бы нашли инфу про него. Но мы вообще не знали, что нас пытаются засудить. Чуваки пропали после моего ответа в 2021 году. В общем, обидно, конечно, но я сам виноват. Вывод. Проверяйте свои почтовые ящики. Если эмигрировали, снимайтесь с прописки в России. И теперь призыв к вам. Я вас почти никогда не просил мне помогать, но у меня проблемы. В эмиграции на переезды всякие. Так в последнее время много расходов. Очень не хочется значительную часть своих сбережений тратить на подгон Дэвиду Аллену. При всем моем уважении к нему. Я прошу вас о помощи. Я знаю, что здесь есть много людей, которые прошли мой курс, благодарны мне за него. Или мой контент как-то вас вдохновляет. В общем, объявляю о сборе средств, чтобы помочь мне расплатиться. Но я не просто прошу вас о деньгах, но и предлагаю классные бонусы. Мой курс с системой масс-тридеров в последний раз запускался в конце 2022 года. Я пока не планировал его перезапускать. Но многие спрашивают регулярно, каждую неделю мне пишут, можно ли получить доступ к видеозаписи. Так вот, каждый, кто закинет мне на карту от 10 тысяч рублей, получит этот доступ как благодарность от меня. Так он вообще не продается, если что. Такой опции просто нет. Ссылка на сбор в описании для российских карт. Можно еще в крипте. Реквизиты тоже в описании. Если у вас иностранная карта, напишите моему менеджеру Дарине. Тоже по ссылке в описании. Она поможет сделать перевод с нее. После перевода кидаете Дарине скриншот и свой имейл. Вам откроют на него бессрочный доступ к видеозаписям курса. В прошлом запуске цена без скидки была 12 900, так что это довольно выгодно. Плюс там было ограничено по времени доступ, а здесь будет бессрочный. И еще в июле будет закрытая онлайн-вечеринка. Для всех, кто задонатил от 1000 рублей и больше, в середине июля проведу вот эту закрытую Zoom-вечеринку. Будут приглашены классные гости. Выступления от меня, от моей команды, от гостей книжного чела, терминального чтива. Будут тосты, фристайлы, алкотеды. Все это нигде не будет публиковаться. Эксклюзивная закрытая тусовка под названием «Летний чел». Будет круто. Я уже такие вечеринки делал на пандемии. Людям очень понравилось. Крайне рекомендую. Тоже после перевода кидайте Дарине скриншот. Вся инфа в описании. От 1000 рублей. Но можно задонатить и другую сумму. Любой донат приветствуется. Мне будет приятно и полезно. В июле я выпущу ролик, где расскажу про итоги этой истории. И там будет благодарность в титрах для всех, кто задонатил любую сумму. А еще, если вы готовы закинуть побольше денег, 5 первых человек, кто закинет от 30 тысяч рублей, получают личный шат-аут в моем следующем ролике с фото, ссылкой и коротким рассказом о вас. Я коротко расскажу о вас, и вы попадете, так сказать, в телевизор. А если вы закинете больше 50 тысяч, то бонусом ко всем вышеперечисленным плюшкам вы получите личную встречу со мной, возможность либо прилететь, приехать, лично поболтать со мной, пообедать в Алматы, либо на часик созвониться по зуму за вином, один на один пообщаться. Ну и все остальные бонусы тоже прилагаются. Таких лотов всего два. Вот. Итак, еще раз. От 1 рубля благодарность в титрах, от 1000 билет на зум-вечеринку, от 10 тысяч видеозаписи курса и билет на вечеринку, все остальное, да, от 30 тысяч шатаут в ролике про вас и все вышеперечисленное, от 50 тысяч все это вместе, плюс возможность встречи со мной один на один лично или в онлайне в неформальной обстановке. И, наконец, у меня есть еще 5 мест для желающих записаться на личный коучинг или наставничество, можете как хотите называть это. В рамках такого коучинга я помогаю предпринимателям, топ-менеджерам и высококвалифицированным фрилансерам. Я специализируюсь на двух запросах. Личный бренд и продуктивность. Можно одновременно, некоторые у меня такие ученики есть, кто синхронно прокачивает и личный бренд, и продуктивность. Если вы хотите вырасти в доходе за счет личного бренда, стать более самореализованными, счастливыми, повысить свою продуктивность и получить другие инсайты от меня, и чтобы я на регулярной основе с вами созванивался, помогал вам достигать своих целей, вел ваше развитие, то заполните короткую анкету по ссылке в описании, с вами свяжется моя команда. Это не дешево, сразу предупреждаю, но я пока еще не видел ни одного недовольного клиента, и я делаю все, чтобы вы как можно скорее все свои инвестиции в меня многократно окупили. За счет новых клиентов, или повышения чека на ваши услуги, или мощного роста продуктивности, который поможет вам больше зарабатывать, и так далее. Еще вы можете купить рекламу у меня на YouTube, в Telegram, в Insta, если вы хотите получить доступ к мощной, умной, платежеспособной аудитории, и одновременно поддержать рублем меня. Заполните короткий бриф для рекламодателей, тоже ссылка в описании, другая уже, и с вами свяжутся все ссылки в описании. Кажется, все. Спасибо, что досмотрели. Как вам вообще история? Что думаете? Напишите в комментариях, интересно, считаете ли вы меня полным дуралеем или нет. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok